Здоровеньки булы! Усим привит! У нас сегодня видео будет про насекомых. Про насекомых с полным и неполным превращением. Сейчас будем рассказывать, что это значит полное и неполное превращение. А вы слушайте, я все рассказываю, как и было на самом деле. Вернее, как есть на самом деле гусеница. Гусеница это личинка бабочки. Личинка бабочки, которая кушает листики, растет, становится толстой. И вот в данном случае эта личинка, то есть гусеница бражника мертвая голова, вот она закапывается, закапывается в землю. А зачем она закапывается? А затем, чтобы превратиться в куколку. Закапывается в землю, делает там такую нишу. И вот, пожалуйста, из гусеницы вышла куколка. И через месяцок где-то из этой куколки выходит бабочка, а от куколки остается шкурка. Вот она и есть бабочка, мертвая голова, бражник. Смотрите, красота, здоровенная, толстая такая бабочка. Бабочка уже кушает не листики, конечно, а сок или медок. А это личинка стрекозы. Живет в воде. И это личинка стрекозы. Мы ее специально из воды вынули, чтобы вам показать. Вот личинка стрекозы. И что будет с этой стрекозой дальше? С личинкой вернее, что будет? Из нее куколка будет или стрекоза сразу? Сейчас посмотрим. Вот. Вылезла эта, значит, стрекоза. А, то есть, личинка этой стрекозы вылезла из воды на веточку, на палочку. И из нее никакой куколки не получается. То есть, из бабочки, ой, из гусеницы не получается бабочки. Из гусеницы получается куколка, а из куколки выводится бабочка. А вот из личинки стрекозы получается сразу стрекоза без куколки. Вот такая ерунда. Хотя это не ерунда. Потому что вот если бы эта стрекоза еще превратилась в куколку, вернее, личинка стрекозы, висела бы там где-то на дереве в коконе или в земле сидела бы там целые полгода. А так себе вылезла и все, целая стадия отсутствует. Потому это называется насекомый с неполным превращением. Стрекозы, тараканы, сверчки, еще многие насекомые. Соранча, это насекомые с неполным превращением. У них отсутствует стадия куколки. Ну, энтомологи, наука энтомологии, вот энтомологи так решили. С полным превращением это там, где есть куколка, а где из личинки выходит взрослая насекомая, это неполное превращение. И вот у стрекозы неполное превращение. Вот она вышла, обсохла. Сейчас у нее растут крылышки. Тяжелая работа. Вот. Крылышки уже почти выросли. Все, теперь ей надо еще немножечко, немножечко, так сказать, затвердеть, чтобы она не была мягенькая. Потому что она совсем только вышла, совсем дунешь, и она расплющится. Во, во, теперь все, пора лететь. Давай, вали отсюда, хватит тут сидеть. Вот это уже стрекоза. А это кто у нас? Жуки-олени. Жуки-олени, они... Во, что это за... Что это такое? Это личинки жуков-оленей. И что, они разве похожи на жуков-оленей? Ну, агрономы-специалисты, которые в кавычках, они говорят, ой, это майские. Это такие майские жуки. Но на самом деле, они... Не будем говорить, кто эти агрономы. А вот смотрите. Вот, пожалуйста, из этой личинки получилась куколка. То есть, жуки тоже с полным превращением. Эта куколка лежит в земле почти год. Вернее, из этой куколки где-то через полгода выходит жук. Но он там сидит возле того места, где была куколка, и ждет тепла. И когда уже приходит конец мая, этот жук выходит на поверхность. Вот. А это бронзовка. Красивенный жук. Красивенный жук. А вот это куколка бронзовки. И она тоже окукливается в земле. Потому что личинки бронзовок живут в перегное. Кушают перегное или гнилую древесину. А вот жуки, олени, они кушают только гнилое дерево лиственное. Пенек там или ствол. Вот. У нас тут две личинки. Одна майского, одна жука бронзовки. Вот с этими вы уже знакомы. Вот эти едят навоз. И пеньки гнилые. Это бронзовка. Вот майская. Да, похоже, очень похоже. Ну вот смотрите, какие лапы у майской личинки. Вот майская. Вот у нее длинные лапы и большая голова. У нее еще зубки такие вот, она кусает. Вот бронзовки личинка. Видите разницу? У нее очень маленькая. Ох, как укусила. Вот это майская. Вот эти едят корни. Вот. Эти едят навоз. А вот бронзовки. В бронзовке сочится сок из дуба. С тресенки в коры. И они там кушают. А вот это майские. Вот эти самые настоящие майские. Самец и самка. Самец вот с такими усами пушистыми. Пластинчато усами. А самочки маленькие усики. Вот это они жрут листья. Листья разных лиственных деревьев. А личинки вот этих майских, они в самом деле едят корни. Вот куколка майского жука. Вот. Но личинки остальных жуков корни не едят. Вот эта личинка майского жука. Вот она отожралась на корнях. А теперь вот окуклилась. И опять через полгода из нее выведется жук. А потом через 9 месяцев этот жук... Не через 9. Так, все перепутал вам. В общем, одним словом, окукливается личинка. И через 9 месяцев жук выходит на поверхность. Он там выводится в земле, сидит еще долго. А потом выходит весной в мае или в конце апреля на поверхность. Вот. А это самка жука-носорога. У нее нет рога. Потому что это самка. А вот личинка жука-носорога. Очень похожая на личинку жука-оленя. И по размеру. Ну, практически одинаковая. Только голова темная. Вот, пожалуйста, личинка жука-носорога и 4 личинки бронзовки. Они и личинки бронзовки-носорогов питаются перегниваемой всяким субстратом. Они корнями не питаются. Это куколка была-носорога. Вот. Видно было рога. А это златка. Сосновая златка. Вот сосновая златка. У нее личинка никак не похожа уже на майскую. Никак. Вот она сидит в пеньке. Питается погибшей сосновой древесиной. Пенек. Это же не живое дерево. Вот. А то думают, что эти личинки сожрали весь лес. Нет. Они только погибшие деревья едят. Ну, вот такая личинка. Вот она. Златка сосновая. А вот это медведка. Медведка это. Личинка медведки. Точно как у стрекозы. Только стрекоза в воде живет. А это... Вот. Видите крылышки? Вот тоже зачатки, крылышки. Такие чехольчики, где находятся крылышки. Вот когда она вывезется, вырастут крылышки. Вот тогда вот. Вот это уже взрослая медведка. А то была личинка медведки. Да. Очень похоже. Но у нее нет куколки. Это тоже неполное превращение. Ну, вот. Такое у нас видео получилось. Все. Всем пока. Любите зверюшек, жабы, лягушек. И людей не обижайте. И не путайте личинок, жуков, рогачей, носорогов и майских.